Добрый вечер, уважаемые зрители на ютубе и участники прямого эфира в зуме. Сегодня, как обычно, по четвергам у нас Светлана Лаврова. Сегодняшняя тема «Сила не есть энергия». Светлана, вам слово. Всем здравствуйте. Как всегда, очень приятно с вами быть в эфире. Вот, и хотела бы, почему я выбрала сегодня эту тему. Потому что очень часто мне задают вопрос такой, что, говорит, вот у нас на сухих днях нет энергии. Вот у нас там что-то такое происходит, нет энергии. И давайте все же попробуем разобраться, что такое сила и что такое энергия. Потому что, когда мы говорим, что у нас нет энергии, это не про то, что какая-то слабость. Мы очень часто путаем силу и энергию. То есть, когда у нас организм ослаблен, это не значит, что он исчерпал свой энергетический запас. Когда у нас организм ослаблен, это говорит о том, что у нас по каким-либо причинам, а причин очень много, и мы сейчас не будем вдаваться в подробности, у нас нет именно сил. Организм не вырабатывает определенные ресурсы для каких-либо действий. Неважно, это умственные, психические, психологические, либо физиологические. Но есть точно так же и энергия. Энергия – это совсем про другое. Энергии у нас бывают. Энергия рода, энергия земли, энергия передачи чего-либо. И это абсолютно разные ресурсы. И чем они отличаются? То есть, сила вашего организма, например, сила, она только в вашем аватаре. Она не вовне. Она именно в вас. Это тот ресурс, которым управляетесь только вы в любом состоянии. То есть, осознанны, неосознанны. Кушаете вы, не кушаете, еще что-то. Вы всегда можете управлять именно силой вашего организма. Когда вы обессилены, когда вы сильны, когда вы еще что-то. Это ваша зона ответственности, которой вы управляете. А энергия, она как раз идет и восполняется больше через осознание самого себя. И вот через эту энергию человек может свернуть горы. Как говорится, да? Это немножечко про другое. И когда мы путаем вот эти вот два понятия, мы и одно себе не можем максимально из изобилия взять и отдать кому-то. Ни другое. Поэтому, когда вы научитесь четко понимать и различать, что такое сила и что такое энергия, тогда очень многие вопросы и очень многие какие-то моменты, они просто отпадут. Наверное, вот про это я хотела сказать. Если есть вопросы, я, наверное, ответила бы по теме, чтобы было более понятно и более корректно и конкретно. Чтобы у людей расставилось по полочкам, как и что можно приобрести. Света, а можешь микрофон как-то улучшить немножко? Ребят, микрофон улучшить не могу, потому что я в наушниках, и я сижу вообще в холле. Я сейчас на Эльбрусе, не дома, поэтому вот в таких вот условиях. Я могу сделать коротенький эфир, чтобы вас не напрягать, вот, но больше, чем есть, сейчас я сделать не смогу. Ну, это, наверное, будет самый короткий эфир, что только было. Надо все-таки хоть какие-то вопросы задать, тем более, что я так и не понял разницу между силой и энергией. Я старался. Ну, вы в любом случае можете пересмотреть эфир и понять, потому что сила – это то, что регулируете вы, это ваше физическое тело. Энергия – это то, что за пределами, и так же, как и внутри вас, так и за пределами вашего физического тела. Это немножко разные, разные аспекты не только вашего восприятия, но и вашего физического принятия. Это разные моменты. Как раз на ретрите мы эти моменты проговариваем, что такое сила, что такое сила твоего физического тела и что такое энергия, где ее брать, откуда ее брать, где она у вас вообще запакована, если вы ее не чувствуете и не видите. Поэтому можете присоединяться и к ретритам. Хорошо слышно. Ребята пишут, на ютубе пишут, что хорошо слышно. Раз уж вопросов пока нет, я бы еще хотела озвучить, потому что каждому в личика энергия дает силу. Энергия дает силу, да, энергия дает силу, но она немножечко в другом аспекте. То есть это не физическая. Энергия дает силу через энергию, через внутренний потенциал ваш, у вас может выработаться физическая сила. То есть вы, наверное, все прекрасно проходили, каждый, наверное, проходил такой момент в своей жизни, что были какие-то моменты, когда вы на каком-то подъеме, вот как говорится, море по колено, да. И у вас такое было. И вот это через энергию повышается сила. Через энергию может наступать и слабость. То есть когда мы идем очень часто, люди, которые не осознают, что такое жизнь без еды, они очень часто уходят в голодовки. Когда они уходят в голодовки, они не получают энергию, и через неполучение этой энергии идет слабость организма. Силы нас покидают. И это тоже очень важный момент, который, если вы его не разберете, вы всегда будете в голоде, и вы всегда будете, помимо голода, вы всегда будете находиться в энергетическом упаковке и в физическом, без физической силы. Это тоже очень важный момент. И сейчас, так как много вопросов от ребят поступает, как ко мне, так и к Славе, с которым мы работаем, и которым мы сейчас заявили, что 21 числа, 21 сентября, за три дня, ну, мы не всех берем Славе, за три дня мы выводим на автономию человека. То есть мы знаем, как это сделать. Уже есть опыт выведения людей в автономный режим через осознание. И если человек к этому готов, то мы это делаем. Но есть такие люди, которые не могут приехать по каким-то причинам. Есть такие люди, которые не могут заплатить определенную сумму, чтобы приехать на данный ретрит. Но они хотят получать эти консультации, но не видят возможности индивидуальную личную консультацию взять, чтобы прорабатывать себя какое-то количество времени. Поэтому мы тоже точно так же запустим, что вот эти вот индивидуальные консультации будут. То есть собираем чат на троих сентября, Слава и какой-либо человек на месяц. Это будет только месяц. И за месяц это будет стоить определенную сумму, достаточно незначительную. Ну, то есть это сопейки, можно сказать. И за этот месяц мы будем человека тоже вести, но это будут не эфиры, а то есть вопрос-ответ, вопрос-ответ в чате на трех человек. Но мы берем на данный момент не более 15 человек. То есть таких у нас будет чаток не более 15. Если кто-то в первые 15 не попал, то будут ждать, пока собудется месяц. Потому что мы понимаем, что нам нужно не количеством взять, а качеством. Поэтому это тоже очень важно. Если кого-то заинтересуется, то пишите в личку. Так, а ты сама, Светик, заходила на чистый с радостью прямо или на голоди? Я на голоде. Ребят, я не скрываю, я на голоди, у меня же болезнь выбросила. Но это тоже путь. Но это не... Я уже говорила, что это не тот путь, к которому я бы хотела, чтобы вы пришли. Потому что у меня не было выбора. И очень многие люди, которые выходят в режим без еды, без жидкости и с нанимальным количеством сна, если они выходят через болезнь, то, как правило, когда болезнь отступает, если они не находят следующего этапа осознания, то они возвращаются в еду, они не понимают, что дальше здесь делать. У меня тоже был этот период. И мне просто повезло. Я так, наверное, скромненько хочу назвать. Повезло, когда я уже рассказывала, что я пообщалась с женщиной, которая мне дала следующее направление, которое в меня вложило в клеточное знание. И я тогда поняла, к чему я иду. И вокруг меня начали появляться другие иные люди. И я начала по-другому реагировать и выстраивать свою дальнейшую жизнь без еды, без жидкости. Это другой момент. Иначе меня бы тоже выбросило. Иначе я бы тоже поняла, что я уже вроде более-менее нормально. Можно на маловедение перейти. Но я понимала, что у меня не будет каких-то моментов таких, которые я чувствовала еще тогда. Про сейчас я уже как бы молчу. Это да. Это я говорила, что я вот выходила так. Так, можно я еще здесь прочитаю вопрос, а потом из зума. Хорошо? Так, Ольга спрашивает. Считаешь, каждого человека можно за три дня на основном и вывести? Нет, я же сказала, что только кто готов, мы не всех туда берем. Поэтому я и говорю, что нет, не каждого. Только кто готов, потому что это будет жесткий переход. Жесткий переход не в плане физики, а жесткий переход в плане психики. Когда вы четко понимаете, когда мы вам будем рассказывать такие вещи, глубинные, истинные, про вас, которые принять будет достаточно тяжело на каком-то этапе. Но вы их примете, и когда вы их примете, когда мы их проработаем, это будет уже другой процесс самого себя. Это очень важно. Вот про звук не надо врать, звук неразборчивый, очень заглушенный, как в ванне из-под воды. Прошу, Света, не пользуйтесь этими наушниками для эфиров. Ребят, я не дома, я на Эльбрусе. Поэтому вот что есть, то есть. Слушай, ну вот такое вот бывает. Так, я часто езжу, и вот что-нибудь придумаю, в следующий раз, возможно, другие наушники возьму. Хорошо. А ты в данный момент на чистых или подъедаешь? Я уже говорила, на чистых. Неинтересная игра с едой на данном этапе. С любого питания будете брать, с любого питания. Самое главное, мы будем понимать, что у вас настроено в голове. С чего начать своё осознание? С осознания. Я готова на вопросы, которые в зуме. Ну вот Елена хочет задать вопрос. Лена, задавайте. Светлана, добрый вечер. Я хотела, всё-таки я не поняла, в чём разница между энергией и силой. Ну вот сейчас попробую объяснить, как вот я это вижу. Поправьте, если что-то не так. То есть вот я так понимаю, что силу человек нарабатывает благодаря каким-то, ну, развитию каких-то навыков, будь то физических или психических. То есть сила-то она и психическая, и физическая, может быть. Вот, и ментальная, там всякое разное. А вот энергия тогда в данном случае, то есть это что? Или что-то, я не так понимаю? Нет, вы правильно понимаете. Но как бы мы сейчас говорим о поверхности. То есть я не могу вам глубину сейчас, так сказать. То есть сейчас это не рассказать. Тем более, когда мы говорим про энергию, её очень хорошо передавать только в том случае, когда мы уже с вами энергетически друг друга понимаем. И тогда можно передать вот это, что такое энергия. Но по факту вы правильно сказали. То есть сила – это что физическое, то есть физическое, которое можно развить определенными какими-то навыками, определенными знамями, определенными практиками, упражнениями, хоть как назовите. А энергия – это, как правило, именно тот эмоциональный заряд, который чаще всего вы получаете через осознание чего-либо, которое идёт извне. И это другой процесс. То есть энергию мы можем и передавать друг другу, соответственно, и как человеку, и, соответственно, ну это типа как волна, что ли, какая-то, да, по сути. Можно и так назвать, да. Можно и так назвать. Спасибо. Можно ещё вопрос, я читаю, Ольга спрашивает, как подготовить психику, просто осознать, что еда не нужна. Ребят, еда тут ни при чём. Когда вы осознаёте себя, когда вы приходите в состояние, ну не знаю, назовите его пробуждение, ещё что-то, когда вы переходите на другой уровень самого себя, то игра в еду вам становится неинтересна. Это уходить на неедение, это побочный эффект, поймите. Туда никто не стремится. Пока вы стремитесь к неедению, вы никуда не придёте, вы будете постоянно себя морить голодовками. Вы своё тело измучаете, и оно вас выбросит вообще напрочь. Вы потеряете ту физическую форму, потеряете и психическую форму, и психологическую форму, которые были до этого. Это очень важно. Ну, Светлана, вот вопросы, интересно, как вы на них ответите. Товарищи очень такие интересные задают вопрос. А как человек до ретрита узнает, выйдет у него или нет? Но заплатить нужно. А затем, если не вышла, был не готов. Отлично придумали. Сама же лектор явно не автоном. Вот так говоришь. Ну, мы вообще, я изначально говорила, сразу же говорила, то есть мы берём людей, которые готовы, которые готовы. Мы их смотрим, насколько они готовы. И через три дня, если он говорит, у меня нет результата, мы возвращаем деньги, я об этом сразу же сказала. Ещё когда мы первый раз, об этом я озвучила, я об этом сказала сразу. То есть дело, ребят, не в деньгах. Вы поймите, что деньги, это всего лишь та материя, которую мы можем материализовать, если вы готовы это сделать. Неважно, какая это сумма. Дело-то ведь не в нуля. Дело в вашем восприятии, чего вы хотите. Если вы готовы идти на проработку себя, идите, а мы посмотрим, мы посмотрим, принять вас или нет. Если мы воспринимаем, и мы видим, что мы как бы сказали, да, мы тебя там переведём, и через три дня ты говоришь, там полная херня, мы тебе просто возвращаем деньги. Не вопрос, это же дело, ты ведь не в деньгах. Вы поймите, тут же дело, это не в деньгах, вам говорят, вам говорят вот одно, а вы всё за деньги, вы всё за деньги. Просто мы вам говорим, что моё время на данном этапе стоит вот столько. Сейчас я его оцениваю, достаточно, достаточно лояльно, я бы так сказала. Поэтому это желание. Тут ещё вдогонку вопрос, а как человек узнает, что готов, только на ретрите? Ну вы сами-то себя не знаете, что ли? Ну вы готовы менять себя или нет? Что значит, как-то... Вы не готовы, кто задаёт этот вопрос, вы не готовы, сразу говорю. Это первый критерий. Отлично. Так, ребята, задаём вопросы. А когда это вообще мероприятие будет? Какое? Смотрите, есть много мероприятий. Если вы говорите про трёхдневный ретрит, он начнёт. Трёхдневный. Трёхдневный будет 21 августа. То есть уже скоро. В Москве? Нет, в Сочи. В Сочи. 26 числа ретрит будет в Сочи в Лоу у меня. Там я только уже одна буду проводить. Там он уже будет немножечко на другое нацелить. А если мы говорим о каких-то индивидуальных проработках в течение месяца, то он в любое время, то есть мы создаём чат на трёх человек, и в месяц прорабатываем. А, то есть можно и дистанционно, да? Как бы не ездить? Можно и дистанционно? Да тут, ребята, тут вообще не про еду. Вы чего прикопались к этой еде? Пока вы за неё держитесь, она у вас будет. Вы придите к самому себе, чтобы вам неинтересна стала эта игра. Но вы же все ползали, когда были маленькими. Вы же и сейчас можете ползать, но вам это неинтересно. И вы ходите ногами, вы встанёте на корточке, когда? Когда что-нибудь, я не знаю, там под шкафчик закатилось, вы встаёте, там начинаете, там полы мотится, там ещё что-то. То есть это единичные случаи же у вас. Потому что вам неинтересно больше ползать, вы научились ходить. Здесь та же история. Когда вы себя осознаёте, когда вы понимаете, что, какой вы становитесь, когда вы понимаете, как ваша жизнь меняется, когда вы понимаете, насколько вы можете быть в этих красках, то вот эта игра вам становится неинтересной. Это как побочный эффект отваливается. Это не про то, что мы вот, если вам кто-то говорит, что мы идём, мы вас выведем, внеедение, ради неедения, это всё херня. Вы выйдете внеедение, а через неделю уедете домой и начнёте жрать. Это же понятно. Светлана, а как поведёт себя тело, если получится? Я про дистанционно. Дистанционно мы не выводим в неедение. Дистанционно мы с вами, я и Слава, мы с вами работаем на осознание вас, на пробуждение. Когда вы пробуждаетесь, вы понимаете, в какие игры вы играете. Вы понимаете тогда, вы в этом фильме актёр или вы режиссёр, или вы зритель. И тогда вы уже выстраиваете, что вы хотите. Что вы хотите на этом игровом поле? Какой фишкой вы хотите брать? Или вы хотите быть тем, кто играет эти фишки? Вот к этому мы ведём. И когда вы это осознаёте, когда вы пробуждаетесь, тогда у вас многие игры отваливают. И вы уже не начинаете оценивать человека, как вот сейчас пишут. Много же пишут. Ой, вы не тот. Ой, вы не та. Ой, вы не это. Ребята, какая разница? Я же не говорю, что мне нужно обязательно верить. Не надо. Проверяйте всё на себе. Я же всё время говорю, фокус внимания на себя. Я рассказываю только свой опыт, свои осознания. Хорошо, Слава, так и все. Поэтому, если вам это резонирует, то я с огромным удовольствием открою в вас ваш потенциал, не свой. Я вас за собой не тяну. И Слава вас за собой не тянет. Мы вам рассказываем свой опыт и показываем вам, открываем ваши форточки, которые есть в вас. Ваш потенциал раскрываем. Чтобы вы с нами шли в одной шеренге, чтобы вы были такой же, как мы. На самом деле, очень сложно человеку, который на определенном этапе очень сложно с кем-то общаться. Потому что общения практически нет. Ты начинаешь, ты моментально видишь, у тебя все считывается, что люди в какие игры играют. Тебе неинтересно даже отвечать на их вопросы. Ты понимаешь, что как бы, ну, уже не то пальто. И хочется побольше таких, с кем можно было бы интеллектуально помолчать. Я бы так сказала, наверное, до этого. И чтобы это было вот побольше, именно поэтому мы и общаемся. Именно поэтому мы рассказываем свой опыт. Именно поэтому мы показываем свои ретритты. Это же не говорит о том, что это будет вечно. Вот мне, например, если завтра не захочется ничего говорить, мне вообще будет без разницы, кто-то хочет меня слышать или не хочет. Я просто буду заниматься своими делами. И все. Потому что мне так хорошо, потому что я сама собой. Я понимаю, что вот у меня вот сегодня мне там люди говорят, ой, Светлана, вот можно пообщаться? У нас такая ситуация, у нас вот это. Я же не какая-то там, я не знаю, месье. Я же не какой-то там, я из себя богатый, не строя. Мне вот захотелось сегодня подняться на Эльбру. И мне доставило это огромное удовольствие. Я на этой огромной энергией с огромным удовольствием вас с вами пообщаюсь. И это была энергия. Мое тело, которое получило определенный заряд силы, оно и получило энергию. Там были у меня тоже свои осознания. И это круто, когда вы делаете то, что вам нравится. И я как раз вам и показываю, что если вы придете к самому себе, вы никогда себя не будете предавать. Вы всегда будете делать только то, что вам нравится. вы будете кайфовать от самого себя. И люди будут кайфовать от вас, потому что им будет приятно находиться в вашем поле. Потому что оно классное, оно без лести, оно без какого-то там вот этого подхалимства. Оно истинное, может быть, оно грубое где-то, может быть, еще какое-то, но оно честное, искреннее и не всегда приятное, да. Но такое оно есть. Вы уверены, что человек не станет упасным после пробуждения для общества? Нет. Артем, мяу. Здравствуй, Света. Как время чувствуешь вне времени? Про время давайте это очень надолго будет. Не буду сейчас говорить. Времени вообще, ребят, времени не существует. Придумали время только те люди, которые не готовы жить в длительном промежутке. Что такое длительное промежуток? Длительный промежуток – это вечер. И вот когда мы не готовы жить в вечности, мы для себя вот это время порубили. И мы его настолько порубили, мы настолько его себе заложили, что даже какие-то моменты мы можем мерить только маленькими временными отрезками. То есть я верю, что он нырнул в прорубь. Маленький временный отрезок. Раз. Все. Я верю, что он зашел на Эльбрук. Раз. Все. Но я не верю, что он живет без еды и воды. Жжжжж- растянулось. Мы не можем это. Наш мозг не может это уложить. Большой временной отрезок мы теряемся в больших временных отрезок. Он там 10 лет живет на горе, все-таки 10 лет, а может он слезал, пока ночь была, а вы не видели, все, чем больше временной отрезок, тем меньше он у нас усваивается в нашей голове, потому что в нашей голове только временными отрезками открываются, потому что мы не можем расширить себя, мы боимся расширения себя, представляете, сколько нужно в себе перелопатить, чтобы расширить себя, а люди, которые живут 300, 500, 800, 1000, 2000 лет, которые живут среди нас, вы вообще в это верите? Вы что скажете? Вот кто-то скажет, покажи, все говорят, покажите нам этих людей, но вот я сейчас посажу вот этого человека, он скажет, мне 400 лет, что вы тогда скажете? Что-то не верится, что вам 400 лет, докажите, покажите документы, ой, документы это фейк, вы любое придумаете, лишь бы в это не поверить, потому что это в длинном, временном отрезке, то, что в вашем восприятии воспринимается как время, это всегда идет через ложь самого себя, потому что вы не знаете, что такое время, но это другая тема. Света, если позволишь, вот я из личного опыта, как я для себя определил разницу вместо, разницу энергии и силы, вот, поскольку у меня каждый день, ну, 4-5 часов физический тренинг, и вот однажды утром я чувствую такое энергетически, как бы я проседаю, эмоционально проседаю утром, а я знаю, что у меня сейчас по расписанию тренажерный зал, я как бы так вот абсолютно без эмоций плетусь туда, и мне кажется, что я сейчас вообще не подтянусь, ни пресс не покачаю, и я захожу в тренажерный зал, и берусь за турник, и я удивляюсь, я нормально подтягиваюсь в свое количество, которое необходимо. Я раз один подход сделал, второй подход, и смотрю, что у меня достаточно силы, хотя у меня было чувство, что я не подтянусь ни разу. И вот после третьего подхода начинается эмоциональный подъем, и ты чувствуешь, как вот вливается в тебя, как бы, энергия, и появляется радость, и самое главное для меня в этом случае, я начинаю благодарить себя. Я говорю, ну, вот видишь, молодец, как бы, и все. То есть для меня показатель, когда вот энергия проседает, она очень связана у меня лично с эмоциями. Как бы вот так эмоциональный уровень начинает проседать, и я тогда начинаю понимать, что где-то вот с энергией начинает быть, как бы, затор. Вот, и здесь я для себя четко определил, действительно есть сила, которая наработана упражнениями, дисциплиной внутренней, а есть вот эти энергетические состояния, они могут быть связаны с очень многими факторами, и с общением с людьми, и то, что происходит вот в атмосфере, в природе, и так далее. Это мои личные наблюдения. Спасибо. Почему ты сомневаешься, зачем тебе это, почему ты хочешь себя остановить на том уровне, на котором ты находишься сейчас, почему тебе удобно здесь, ты же можешь идти дальше, ты можешь просто переть, как, я не знаю, как локомотив, но ты себя по каким-то причинам останавливаешь, хотя бы такими зацепочками. Свет, я, честно говоря, что-то не понял, я просто хотел сказать, что для меня энергетические вот эти колебания, я не говорю, что я не говорю, что там впадаю в депрессии или в какие-то это, а у меня как бы лакмусовая бумажка, это эмоции, вот, и я просто, у меня нет... Я не понимаю, что эмоция это искусственно, искусственное состояние, только через чувствование мы можем прийти, а когда ты идешь через чувствование, то энергетический поток, он всегда в тебе, а когда ты идешь через эмоции, он начинает шкалить, и ты его только можешь вывернуть. Согласен, 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 согласен. Спасибо большое за калибровку, спасибо. Спасибо. Так. Вы себя чувствуете в своей человеческом обществе? Очень даже, да, у меня, мне нравится, как я себя сейчас чувствую. У меня, когда без эмоций, вообще не могу что-то делать, хотя стоит перебороть себя. Нет, надо не перебороть себя, а на каком-то этапе, это такое бывает, нужно просто погрузиться в самого себя, нужно просто погрузиться в это состояние, когда вообще все пофиг. Просто ныряйте туда и наслаждайтесь, потому что оно недолго, это состояние. Если вы поймете, куда вы идете, если вы поймете, ощутите себя вот в этом процессе, ничего не делание, вас выбросит. Вас выбросит в себя, и вы начнете чувствовать, что вам хочется, что вам интересно, с кем вам интересно. Я не знаю, меня слышно или нет, у меня почему-то наушник один тыщит. Нет, Света, тебя слышно хорошо, и то, что ты сейчас сказала, это самая крутая и ключевая фраза. Вот это совет, просто дороже золота. Ты просто умница. Благодарю. Светлана, в чем для понимания разница в результате между ретритом вашим и дистанционным? Ребят, ну ретрит это всегда, когда мы находимся один на один, если вы, например, говорите, да, вот я вам говорю какую-то фразу там, вы говорите, да, я понял или поняла, а я чувствую, что оно не прошло. Вы через голову пропустили, вы через голову поняли, но не перепрожили мгновение вот это. И тогда я по новой с другой стороны захожу. И тогда вы, когда проживете это мгновение, у вас больше не появится такой фразу. И это я могу прочувствовать, ну, в 90% только на ретритах. В 10% мы долго общаемся. Поэтому, конечно, ретрит это другое. Мартин. Ага, да, слушаю. Света, вот здесь еще из той же оперы вопрос. А есть хоть один человек, кто прошел ретриты и реально сейчас не ест? Больше трех дней есть хоть кто-то, кто смог, так еще кто-то здесь, и реально сейчас не ест? Больше трех дней есть хоть кто-то, кто смог после ретрита? Есть живые примеры результатов? Ребята, у меня не настроены ретриты на убирание еды. У меня настроены ретриты на осознание. Хотите – ешьте. Хотите – не ешьте. Просто если вы дальше пойдете в осознание себя, у вас будет отваливаться игра в еду. И все ребята, которые у меня проходят, ну, давайте, не все, а проходят ретриты, они, как правило, проходят у меня не один ретрит, а они идут ретрит на следующий, на следующий. То есть они все время ездят ко мне на ретриты, потому что информация разная, я же меняюсь. И, естественно, информация меняется, и ко мне информация другая приходит, и к ним информация другая приходит. И у них отваливается эта еда, то есть у них нет уже вот этого разнообразия. Им уже не хочется там зажрать что-то, им уже не хочется что-то много всего вот этого съедать. У них другие идут осознание. И еда – это просто побочка. Поймите, это побочка. То, что мы говорим про трехдневный ретрит, это жесткий ретрит, когда вы уже понимаете, что вы настолько осознались, что вам не хочется в эту игру играть. А мои ретриты, которые я провожу индивидуально, они более лайтовые. То есть вы идете к этому осознанию не один месяц и не два, но вы идете очень четко, и вас уже назад не откидывает, потому что вы другие, вы с каждого ретрита приезжаете другие, которые отзывы ребята записывают, не все хотят записать отзывы, и это нормально. Когда ребята отзывы записывают, они же правду говорят, что приезжали с одними запросами, уехали с другими. Это я не потому что похвалиться, это потому что, представляете, какие вы глубокие, какие вы огромные. Вы едете с одним, думая, что вы вот такой вот, а выезжаете с ретрита, понимая, что вы вот такой вот. Вы даже себя не знаете, насколько вы вообще мощь. И мне приятно это видеть. Мне приятно, как вы раскрываетесь. Светлана, вы знакомы с людьми, которые живут 300 лет? Интересно, какие они знакомы. Что движет вами, когда даете свои ретриты? Зачем вам это? А я уже сказала из эгоизма, я хочу, чтобы вокруг меня было много осознанных, интересных людей, которые были раскрытыми. Потому что, когда вы приезжаете, и вы не знаете себя, вы один, вы как в панцире. Когда вы раскрываетесь, из вас столько всего выходит, и становится просто интересно быть в вашем поле, понимаете? А мне интересно, когда я в поле интересных людей. И это очень важно, да, это мой эгоизм, я хочу быть в поле счастливых, здоровых и интересных людей. Поэтому вот если пока есть у меня вот эта вот возможность, пока есть у меня интерес, пока есть у меня желание помочь вам раскрыть то, что в вас. Потому что вы каждый, ну, наверное, даже больше, чем я. Я-то только даю вот этот вот шпингалетик открываю, а вы потом начинаете взрываться, и вы просто бомбежка. Света, вот из чата, очень классная твою поддержку, читаем. После Светочкиных установок уже шесть месяцев, еще часто общаясь с Гаар и Тимошенко в группе. Но Света именно с мертвой точки столкнулась сейчас. Сплю 15 минут в три дня. Воды и еды нет совсем никакой. Анна Назарова. Спасибо большое, Санечка. Карина пишет. А можно ли раскрыться в одиночестве или только на ретритах и в поле других людей? Можно в одиночестве, пожалуйста. Если вы сможете, можно и в одиночестве. Ребята, это не обязательно с кем-то. Не обязательно себе искать проводника, гуру, учителя или единомышленников. Если вы сможете сами с собой раскрыться, это здорово. Почему нет? Шарик энергии с добром любовью ловись. Благодарю. Благодарю. Ребята, у меня больше вопросов нет. Если в чате нет вопросов, то я тогда не буду вас мучить больше плохим звуком. Если кому-то что-то интересное, пишите в личку. Все контакты всегда есть под видео. Мне было очень приятно отвечать на ваши вопросы. И благодарю. И если какая-то тема интересна, пишите. И, может быть, о ней поговорим в следующий раз. Светлана, секундочку. Еще вот Станислав проснулся. Будь так любезно. Давайте. Станислав, поехали. Да, да, я тут. Спасибо. Спасибо. Светлана, по сухим дням. Если через еду, как бы заход, как через черный ход, через отказ от еды, то есть это сложно. И, ну, короче, через как бы это самое, аураги, буираки, да? То есть через открытие себя, прощайте. То сами сухие дни, вот что самое ценное ты из них можешь, как бы вывод какой, для чего они? Самое ценное, да. Такие дни, очень часто, когда вы убираете еду, когда, что такое еда? Это ваша ритуальность, которая привязана к вам с детства, с раннего детства. Вот эта вот ритуальность, которая составляет большую часть вашей жизни. И когда вы ее убираете, у вас начинается вот эта вот нервозность. Когда начинается нервозность, начинается на фоне этой нервозности вылезать ваши страхи. И когда начинают вылезать ваши страхи, только здесь вы сможете проработать. И когда вы прорабатываете ваши страхи, тогда вы выходите на новый уровень самого себя. И они, конечно же, вас выводят в определенные состояния. А прорабатывать страхи, это ты имеешь в виду их, как бы, понять, откуда они, осознать? Что ты имеешь в виду? Понять, конечно, понять и осознать. Вот даже вот здесь написали, вот можно ли исправить зрение голоданием. Можно исправить зрение голоданием не просто потому, что ты голодаешь и все, а потому что на этих, на сухих днях, когда ты как оголенный нерв находишься, ты можешь себе задать вопросы по-честному ответить. А почему ты не хочешь смотреть на этот мир? Почему, что в тебе вызвало то, что ты начинаешь все хуже и хуже видеть этот мир? Для чего тебе это? Что ты не хочешь усмотреть в себе, в другом? И когда ты начинаешь отвечать на эти вопросы, вот в этом состоянии, то ты не просто на них отвечаешь, ты не просто психологически и психически тебя выводишь к новому себе, к более откровенному себе, но ты еще и разрешаешь своему организму в это время не тратить свои ресурсы на переваривание, либо еще на что-то, а тратить свои ресурсы на восстановление своего организма. А пугающие вещи, которые всплывают, они приводят в итоге к отбросам, ну, к зажорам? То есть есть такие, когда оно страшно... Я вообще не считаю, да, я не считаю, что это зажоры. Ну, вот это вот, да. А я вообще это предполагаю так, что это ваш очередной, очередная ступенька, очередной этап. То есть это говорит о том, что вы можете в этом периоде разобраться сами с собой. То есть для чего вам это? Вас же не просто выносит на этот зажор, а вы начинаете свой страх. Страх, откуда он у вас взялся? Почему вы начинаете жутко наполнять себя эмоциями? Почему вы боитесь их потерять? Почему вы не хотите в себе открыть чувствование? Но в этих состояниях, когда вы в зажорах, вы либо себе просто вот пожарите, и потом сами с собой с тетрадочкой, либо с микрофоном поговорите. Либо с тем человеком, которому доверяете. Либо найдите себе проводника, и тогда он вытащит из вас, почему этот зажор. То есть зажор сам по себе не бывает ни физическому, ни психическому, ни психологическому телу. Это не нужно. Это просто вылез очередной триггер, который вас, вы не можете его вытащить в обычном состоянии. Но и в этом состоянии вы его не хотите увидеть, поэтому вы его начинаете заедать. Хорошо, я все. Спасибо. Спасибо. Светик, скоро будем летать. Ребят, однозначно, смотрите, что такое летать, что такое левитация. Мы все состоим из одного и того же. Везде есть плотность. И когда вы уже научаетесь вот эту плотность чувствовать, вы можете спокойно сделать, вот, например, воздух, да, ну, грубо говоря, воздух, вы можете его сделать плотнее, а свое физическое тело более легкое, так скажем, более пузырьковое. И тогда вы можете спокойно ходить по воздуху. Вот. Это все уже есть в нас. Просто когда мы это начинаем распаковывать, нам очень сложно это распаковать, потому что для нас это сказки сказочные. Нам кажется, это нереально, нам кажется, что это невозможно. А если это кто-то делает, то обязательно с каким-нибудь там подтекстом, что такое там еще что-то. Поэтому вот так вот. Света, Максим руку поднял. Давайте. Добрый день, Светлана. Вопрос такой. Можно так получиться, что человек мало едет, да, а вот после вашего ретрита он понял, что это ему нужно. Наоборот, есть, он будет есть больше. Нет. Зачем? Ну, это то же самое, что у меня, не знаю, там ко мне придет алкоголик, а потом скажешь, не-не-не. Давайте-ка со своими... Ну, если он нашел смысл в этом, почему нет? Нашел способ чего? Если он нашел смысл в этом, почему нет? Ну, ну, это же глупо. Как в смысле нашел смысл в этом? Вот я просто знаю, что смысл не в этом. Может быть, я не все пути знаю, но я пока с этим не согласна, потому что я этого не вижу. Благодарю. Ну, вот на этой теме алкоголика, я думаю, Света, мы тебя отпустим. Спасибо тебе большое. Панические атаки на ретрите можно разобрать и расстаться с ними навсегда. Да, конечно, с паническими атаками можно расстаться, потому что вы не принимаете тот мир, который на вас давит. Это если в двух словах. Спасибо большое. Было с вами очень приятно. И на ретритах встретимся, на личных проработках, куда хотите, сюда приходите. И до следующего четверга. Спасибо огромное. Спасибо. 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 .